Леонид Рыбицкий, ректор РТУ, у нас в гостях. Доброе утро. Четыре года назад в интервью вы сказали, что ваша цель заключается в том, чтобы Рижский технический университет стал одним из главных научных и технологических университетов Европы. Что-то получается? Ну, мы довольно сильно развиваемся благодаря европейским структурным финансированиям фондом. Кипселе у нас студенческий городок развивается. Сейчас второй этап, посередине, как примерно. Уже завершили строительство или реновацию факультета машиностроения, транспорта и аэрнаутики. И еще через пару лет будет новое здание факультета компьютерных знаний, информационных технологий. И также факультет инженеров-строителей получит новое здание. Вечный спор физиков и лириков. Что важнее, что в приоритете, гуманитарное образование или техническое образование? Вот как, на ваш взгляд, сегодня обстоит дело? Что популярнее может быть? Я считаю, что тут не может быть только техническое или только гуманитарное. Это должно быть гармоническое развитие всего общества и по всем направлениям. И те страны, где вообще госбюджетные места для всех желающих приобрести высшее образование, это и происходит. Ну, разумеется, невозможно, что все будут учиться, ну, медицину, например, или все только бизнес-администрейшн, или... Но это распределение бюджетных мест, это определяет то, что требуется, ну, общество. Я так считаю. Вы затронули как раз-таки тему бюджетных мест и распределения. Да, у нас в Латвии на высшее образование выделяется чуть более 100 миллионов евро. В стране, я так понимаю, сейчас обучается более, тоже немногим более 25 тысяч студентов. И ранее вы говорили, что если бы удалось найти еще 150 миллионов евро, то все могли бы у нас в Латвии учиться на бюджетных местах, то есть бесплатно. И потом вы добавили, что, в принципе, эти деньги так или иначе надо найти, потому что это уже необходимо даже в ближайшем будущем. И вот по этому вопросу, почему вы считаете, что бесплатное образование для всех и доступность – это необходимость? Ну, как, например, можно наблюдать там в Германии. И к какому, может быть, времени, ваши прогнозы, мы бы могли к этому дойти? Ну, видите, инвестиции в высшее образование – это самые прибыльные. Это не только там, как Мировая банка определила, что каждый евро, инвестированный в высшее образование, и дает обратно в кассу, ну, как бы налогами 2 евро – это, ну, стопроцентный возврат. А если считать вообще по мировым методикам, что дает университет обществу, то тогда мы тоже такие расчеты провели, где-то 1 к 10 – это среднее, 1 к 8 или 10 – это в Соединенных Штатах Америки, а в нашем случае каждый евро, который вложен в высшее образование, дает обратно в кассу, ну, обществу где-то 20-30 раз больше. Это самые, ну, рентабельные, выгодные вложения. И почему это не происходит у нас? Эстонцы уже несколько лет это делают, не говоря уже о северных странах, так же, как вы упомянули, Германию и другие страны, где-то 20 стран Европы, где госбуджетное финансирование, не высшее образование, это само собой понятно. А в Латвии есть такая вот система у нас, суперлиберальная, и мы чемпионы по количеству вузов на 1 миллион жителей, у нас 25 вузов на миллион проживающих. В Эстонии и Литве там 15, а в Норвегии, Швеции, Дании 3 вуза на 1 миллион проживающих. Но это называется университет. В нашем случае это вузы, все вместе разные вещи учебные заведения. Но РТУ у нас в Латвии является таким самым крупным держателем бюджетных мест, да, я так понимаю, более 6 тысяч сейчас вы представляете. Да, но не забудем, что 3 года назад у нас было более 7 тысяч мест. А скажите, все эти места заполняются или есть такое, что… Все время, весь год эти все места заполняются. Потому и мы принимаем каждый год где-то от 25 до 30 процентов больше на, как говорят у нас, наши собственные бюджетные места. Мы принимаем больше студентов на бюджет с такой целью, что после первого и потом второго семестре, когда это несколько, ну процентов 10-15, даже больше 20 процентов студентов не могут больше продолжать обучение по разным причинам, тогда их место вот эти занимают и все время эти средства государственные используются. Вы говорите вот о том, что вложение в образование – это наиболее, ну одно из наиболее прибыльных и доходных, но мы знаем, что очень многие молодые люди, закончив, получив высшее образование, уезжают все-таки работать за границу. И таким образом получается, что государство как будто бы спонсирует экономику других стран. Вот может быть в этом тоже проблема? Ну ведь в Европе, если это Европейский Союз, тогда ведь они должны платить налоги и эти собираются там, откуда он приехал. Но я считаю, что такое распределение, как было в свое время, в советские времена, там три года должно работать после окончания, в некоторых отраслях необходимо, потому что наши регионы должны развиваться, региональные вещи, учебные заведения очень такие слабенькие, и не все могут подготовить, не в всех направлениях, особенно инженерно-технических. И я считаю, что или там теплотехник, или какой-то электрик, или энергетик должен бы работать, например, в отдаленном месте, там, где он необходим. Но при условии, если это самоуправление, ему платят стипендию, чтобы ему не надо было работать каждый день, зарабатывать на еду. То есть, эта система, вот когда он на бюджетном месте, получает еще стипендию самоуправления с расчетом? Да, но некоторые самоуправления так уже делают. В этом году я уже слышал, что не только там медицинские работники, но и другие. А почему вы только что сказали о некоторых специальностях, что некоторые выпускники, да, должны действительно, обучавшиеся за государственный счет, да? Ну, видите ли, академическая свобода – это одна из самых основ университета. Вы же не можете только определить, что мы должны такие вот специальности подготовить, а где же будет развитие, в общем, полеты на Луну, не только на Луну, но и на Марс, как в свое время Фридрих Цандер в нашем университете это уже мечтал и разрабатывал планы где-то в начале 20-го века, да? И потом довольно много осуществилось от этого, что он мечтал. Такие исследования и ученые, которые работают не только в Латвии, но вместе с самым большим микроскопом в мире ЦЕРН, где эти Хиггсбозоны и другие мельчайшие частицы атома исследуются. Это тоже мы должны делать, но без этого развитие невозможно вообще общества. Так что тут такой баланс, но он сам по себе, он естественно произникает. Вот вы упомянули о ротации, вот первых, особенно там вторых курсов. А можете ли вы сказать, что, допустим, у нас бюджетные места в Латвии иногда играют злую шутку со студентами, и их отношение становится к учебе, ну, более халатным, наверное? Ну, во-первых, я хочу сказать, что все, которые хотят учиться в университете или в высшем учебном заведении, это хорошие люди. Они хотят что-то достичь в своем, не только тратить деньги каким-то образом. Поэтому к любому студенту и к желающему учиться надо отнестись с таким хорошим отношением и стараться помочь. Поэтому в последнее время мы не только обучаем первокурсников математику, физику, что они не смогли сделать в средней школе, но кураторство, а также особенно довольно много мы работаем с иностранными студентами, их местные студенты с ними занимаются. И чтобы этот культурный барьер преодолеть, у нас довольно много студентов из разных стран, где-то 80 стран, и около 3000 иностранцев. Это какой процент от всех учащихся? Ну, сейчас где-то более 18%. Почти каждый пятый. Да, а вы можете сказать, допустим, как мы уже упомянули ранее, тоже Германию, которая открыто говорит, что она заинтересована в зарубежных интеллектуальных ресурсах, поэтому она предлагает бесплатное обучение не только для всех своих граждан, но и программы на английском языке и для других специалистов. Более того, эта страна как раз лидирует по числу студентов с техническим образованием, почти 40% таких. Мы тоже идем в этом направлении или у нас, знаете, такая... Мы не идем. Не идем? Нет. У нас же частный сектор довольно сильно лоббирует ситуации, которые у нас существуют. И это продолжается. Никто не смотрит, что лучше за рубежом и как лучше делать. Это мое личное мнение. А если говорить, ну, вы сейчас сказали, упомянули частный сектор, о государственных вузах? Ну, видите ли, если, ну, к примеру, технический университет, было 7200 бюджетных мест. Все министерства экономики прогнозируют, что у нас нехватка этих специалистов не только по информационным технологиям, но и разным другим. Этим специальностям инженерным будет острая недостаточность. Но министерство высшего образования и науки решило снизить или уменьшить бюджетные места на целую тысячу. Ну, с другой стороны, они хорошо делали, повысили эту плату за обучение одного студента. Но так как общий бюджет остается неизменным, уже 10 лет тогда, повышая стоимость одного юриста на 30%, сокращается общее количество бюджетных мест. И тут уже никуда не денешься, если наше правительство не решается повысить финансирование высшего образования, следовательно. И это одно бюджетное место юриста, которое считается единицей. Например, доктор медицины там обучается в 5 раз дороже или в 6 раз дороже, а инженер там в 3 раза дороже, потому что лаборатории необходимы, всякие ресурсы другие и так далее. А если общее финансирование не увеличивается, следовательно, через год-два опять будет повышение стоимости одного студента, который от госбюджета идет, но сокращаются вот эти бюджетные места. И, следовательно, те, которые не попадают, должны использовать услуги частных вузов, других, и платить деньги. — Вчера на вашем месте в этом кресле сидел министр сообщения Талис Винкайтс, и он как раз рассказал о том, что у нас в Латвии некому строить мосты. Известно, что большинство выпускников, абсолютное большинство выпускников РТУ трудоустроены, да, и он указал то, что и Дегловский мост литовцы строили, вот с чем вы связываете? А объявляя любой конкурс на строительство или ремонт мостов, да, даже иногда нет никаких претендентов на конкурс, то есть не из кого выбирать? — Ну, строительный факультет сильный. Сейчас уже последние опять несколько лет конкурс не только строителей зданий, но и дорог, и мостов повышается. Третий, по-моему, по величине конкурс на эти бюджетные места. Но не только бюджетное место, которое все расходы не покрывает. Мы ведь зарабатываем дополнительные деньги из проектов научных, и почти одну треть из этих вот всех научных проектов идет на покрытие расходов на обучение. Ведь эти, ну, то, что нам дается, финансирование очень маленькое. Следовательно, я уже говорю, сколько, почти 20 лет, это с 2000 года, когда я стал или был избран проректором по науке. В нашем университете сейчас уже второй срок как ректор, но я больше о деньгах говорить не могу, потому что меня, в общем, не слушают. Никто думает, что только вот... — От кого это зависит, действительно? Вот может ли, ну, я не знаю, общественное мнение повлиять в этом вопросе? Кому нужно обращаться, чтобы... — Ну, сейчас уже закупаются специалисты за рубежом из Белоруссии, Украины, судостроители, например, там приезжают инженера, пару лет поработают, потом убегают на Запад, и опять новые надо. — Ну, это все через частный бизнес так и происходит. Ну, я думаю, что очень нормально было бы перенять опыт хотя бы эстонцев и делать так, как они делают. — Вы имеете в виду законодательные базы, невзирая на смену правительства, кризис экономический, закрепить определенное финансирование? — Все говорят, Тартусский университет сейчас, ну, в новой Европе, сейчас есть такая новая Европа, Times Higher Education определил эти 13 стран, которые, ну, в Европейском Союзе как бы с опозданием вступили, или тогда, когда могли, ну, в этом веке уже. — Да, я слушателям поясню, это рейтинг лучших вузов Европы, есть еще мировой, да, это Европейский. — Да-да, но это новая Европа, как бы восточная Европа. Там университет, Тартусский университет на первом месте. — Почему так? 25 лет назад эстонцы издали закон о Тартусском университете, и финансирование каждый год они получают, не зряя то, как меняется правительство. — А это финансирование, если сравнить Тартусский университет с университетом Латвии, почти три раза больше. Но они по составу одинаковые, там и медики есть, философы, и учителя все, у нас же в техническом этого нет. — Таким образом, Вы говорите о том, что рейтинг университета зависит на премиум финансирования. — И, разумеется, научная деятельность и количество научных сотрудников, которые, если есть финансирование, оно растет, и там 5000 ученых, например, по сравнению с 1000, которые у нас или в Латвийском университете. — Ну, я бы здесь с Вами поспорила по поводу однозначного уклона только финансирования. — Нет, но я с Вами согласен, университет определяется профессорами. — Да. — Если есть профессора, которые могут что-то сделать тогда, но если нет денег, то никогда не будет профессоров вообще. — Но вот даже если абстрагироваться от финансового плана, как раз я хотел бы поговорить об одном, может быть, как мне кажется, из ключевых моментов, которые затрагивает извечно, в том числе, больной языковой вопрос. Мы недавно в этой студии общались и с латвийским профессором, господином Кащеевым. И мы говорили как раз-таки об открытости нашей системы высшего образования к международной арене. И в этом ключе мы обсуждали, например, то, что вот если в Латвии нет своих астрофизиков, то их здесь у нас никогда не появится, только по той простой причине, что вступая в должность, хороший иностранный специалист, профессор должен владеть латышским языком на высшей категории. И как раз-таки вот с точки зрения практики, ну, это может быть не совсем хорошо и полезно, да, потому что даже самая прогрессивная практика, где тоже пытаются сохранить язык, я сейчас, может быть, говорю о той же Дании, Эстонии, они все-таки, допустим, если бакалавриат на том языке, на котором учатся в стране, а магистратура, там уже действительно приглашают специалисты и вводятся английские программы без всяких проблем, даже если есть иностранные студенты. Ну, видите, я бы не говорил, что это у нас проблема, это языковый барьер, он имеет переходной там процесс, но у нас есть очень нормальная система, что мы можем иметь так называемый visiting professor или приглашенный профессор. Например, в моем институте индустриальной электроники, электротехники мы имеем одного профессора из Ахена, из ведущего технического университета Германии, одного профессора из Дуисбурга, Эстон-юниверситета, и они определенное время, года у нас читают лекции, и, ну, в своем основном, основное о работе в Германии занимаются своим делом, но они дают нам вклад в свои знания и в совместные докторанты и тому подобное. Вы знаете, это какой-то такой гостевой брак, но вы не считаете, что это все равно не способствует, даже если говорить о компетенции наших местных преподавателей, есть определенные... ...возможность нашим молодым расти и достичь уровня мирового, это самое главное. Я не уверен, что те, которые, ну, космополиты, так называемые, что это самый хороший вариант. Они будут, например, у нас договор, вдруг на 10 евро больше, ну, будет возможность получать в Латвийском университете, он сразу перейдет туда, и ему все равно, где он работает. Лучше все-таки, если эти люди вырастают и знак нет. Поэтому, я думаю, мы очень хорошо решили 5 или 6 лет назад, что создали свою новую, новую, а среднюю школу, инженер-зинат-видоскол, где мы выращиваем будущих профессоров и нобельских лауреатов. Ну, а требования вот к приглашенной профессоре, вам не кажется, может быть, действительно необоснованно, не знаю, строгими? Ну, требования, они всегда, довольно часто в Латвии есть требования, раскручивают и на самый худший случай, но потом начинают исправлять. Ну, это так, как бы, практика, да. Ну, к примеру, сейчас тоже у нас записали договор с министерством, что мы, ну, у нас нельзя принимать студентов из некоторых стран, где большой терроризм. Но студенты, которые приезжают из этих стран и учатся, они же, в смысле, не террористы, они же сдают вступительные экзамены до того, как приезжают и учатся, и все происходит. Но иногда переборщивают наши и застраховываются слишком много. Ну, я бы сказал, что приглашенные лекторы, довольно многие наши работают и в Тартовском университете, и также я знаю из университета, Латвийского университета. Но он в двух местах, там исследователь, здесь профессор, и также, наоборот, из соседних стран. Ну, например, у нас есть совместные докторские программы в Стокгольме, этот КТХ, Каролинский институт, этот технический университет в Стокгольме. И все происходит. Если вы говорите, мы не открыты к международному обществу, я не могу соглашаться, у нас где-то около 600 договоров с разными вузами мира, мы во всех возможных этих сетях или нетворках в Европе. Сейчас, последние, вот с этого года, Рижский технический университет, также ТАЛТЭК из Талина, и Кауновский технический, и Вильнюс, Гедеминес технический университет, 4 технических вуза при Балтике, уже стали членами НОРТЭК. Это консорциум технических университетов всего северного, вот, северных стран, это Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исляндия. Вот, и совместно работаем, разумеется, там они себя называют high wage economy, это экономика высоких зарплат, мы этим схвастываться не можем, у нас эти зарплаты 3-4 раза меньше, ну, на том же уровне. Но мы сотрудничаем, в проектах работаем, я думаю, успешно, и все развивается, шаг за шагом идем вперед. А трудоустройство, вот, кстати говоря, про зарплаты, насколько трудоустроены студенты, выпускники Рижского технического университета? Ну, мы уже где-то мониторинг, или это, следим за этим через вид, осеннее удинность, это. Это служба госдоходов, да? Да, у нас там специальный договор, уже давно заключенный, где мы узнаем после окончания, сколько, значит, наших выпускников трудоустроены и платят налоги. Ну, и этот процент все время больше 99%. Некоторые, может, 10 человек в год там заявляют, что безработными, где-то хотят работу найти, но из 3 тысяч выпускников, где-то 10-15 человек, это процент очень низкий, и это всегда будет что-то вроде этого, вот, избежать невозможно. Ректор РТУ у нас в гостях, Леонид Рябицкий, с я напомню, 672-12-939, 672-13-939. В WhatsApp нам задают вам вопрос, Виталий пишет, на каких языках идет обучение, до какого возраста принимаете абитуриентов, и как повлиял на РТУ запрет русского языка обучения, спрашивают. Ну, может быть, РТУ государственный вуз, да, поэтому это в связи с законом сейчас, нет, не ведется преподавание в частных вузах, вот совсем недавно отменили, я просто Виталию поясняю разницу, если можно. Ну, обучение на латышском основном государственном языке и английском, разумеется. Приглашенные лекции могут быть на любом языке, как Европейского союза, так и других стран. У нас также есть право приглашать лекторов из Белоруссии, России, Украины и других бывших стран СНГ, где и читать лекции на их языке, если есть кто слушает. Но это только определенные лекции, не курсы и не обучение. И до какого возраста принимаете абитуриентов, спрашивают? До какого? До какого возраста? Ну, нет ограничений. Нет ограничений же, да, на учебу? То есть, можно даже в 50 лет можно. У вас есть студенты там 50-60 лет? У меня есть докторант, ему 72 года. Ничего себе. Недавно мы обсуждали проблему, что очень плохо сдавали экзамены по математике. Вот, по-моему, это были результаты этого года. Как вот, по-вашему, уровень знаний абитуриентов, как он меняется? И, может быть, сразу, влияет ли здесь то, что приходит поколение, уже воспитанное на гаджетах, которое привыкает гуглить, а не искать истину? Да, вы как раз рассказывали о том, что вы проводите тест на первокурсниках по математике. Соответствуют ли их знания знаниям 12 классов? И если не соответствуют, а таких, я так понимаю, 2 трети, вы их в специальную группу направляете? Ну да, они должны, исходя из результатов, некоторые из них должны обязательно посвящать, некоторым это рекомендуется. Вот что будет в этом году, что вас ждет, если за всю историю самые низкие оценки за централизованные экзамены по математике? То есть большинство экзамена сдали на 43% из 100% возможностей? Я бы сказал, что, ну, где-то 5 лет назад я бы сказал, ну, говорил бы, что я ничего не соображаю, какие-то экзамены, почему они так плохо сдали. Но так как у нас есть наша средняя школа, инженер-зинатная видоскола, и я немножко в курсе, как наши отличники там сдавали экзамены, они довольно сложно было составлены эти... Некоторые учителя говорят, что, ну, эти сплетни, разумеется, что специально составили, чтобы были плохие результаты, чтобы вот этот новый подход к перестройке среднего образования и содержания в нем, чтобы это было бы, ну, как бы основой для того, что надо перемены. Но я в это верить не очень-то хочу, но я бы хотел сказать, что мы стараемся влиять, технический университет, на вот европейский проект изменения обучения математики, физики, химии и в средней школе, и вообще в образовании до вуза, чтобы была возможность основные навыки и приобрести в средней школе до того, как они вступают в вуз, поступают в вуз. Господин Ребетиский, а за кого вы вот вину на это возлагаете? За преподавателей, школьников, систему образования, которая, может быть, уже устарела и не соответствует тенденциям общим? Потому что с каждым годом в качестве получены знания, ну, или вот на как раз-таки тот же интернет? Ну, во-первых, интернет – это помощник, по-моему. И я не судья, я не могу вам сказать, кто виновен, но то, что распределение средств на обучение школьников в Латвии происходит таким образом, как оно происходит по самоуправлениям, это довольно интересно, я бы сказал, потому что самоуправлений очень много, тут все как бы связано, тут есть в последнее время старание уменьшить количество самоуправлений, и тем самым сохранить эту школьную сеть, которая была очень-очень развита и есть развита в Латвии, но количество студентов там уменьшается, или учеников. Но, во-вторых, технический вуз мог бы обучать учителей, физиков, химиков и математиков, но у нас пока таких прав нет, но их-то не хватает везде. Но и хороший учитель – это основа для того, чтобы ученик там изучил предмет. Что же у вас спрашивают? Выпускники РТУ каких специальностей котируются в Латвии и в мире? Кто из министров или депутатов закончил РТУ? Многие министры, включая наш бывший президент Берзинч, тоже факультет радиотехники и связи кончил. Вы окончили этот же университет? Я окончил, да, уже давно-давно. Также Валдис Домбровский, наш выпускник, еврокомиссар, посмотрим, что... Ну, а специалисты, действительно, каких направлений выпускники котируются, может быть, на международном рынке? Насколько вам известны эти данные с выпускниками? Ну, я может, прямо пример. Мой докторант, да, Вис Мейк, сейчас ведущий специалист фирмы Daimler, ага, производят автомашины Mercedes. Это все знают такие, я думаю. Три докторанта наших работают в европейских исследовательских институтах центральных. Некоторые приезжают и лекции читают у нас обратно. один ток, что защитился и работает в Церне, как исследователь физики высоких энергий. До того выпускники РПИ и электроэнергетического факультета работают уже в 80-е годы, потом уехали и в General Electric, и в ведущие фирмы Siemens, ABB. Здесь, в Латвии, ну, практически везде, но Латвия Энерго это одна половина из всех выпускников наших электриков, разумеется. А самый большой конкурс по-прежнему на архитектурный факультет? Ну, там 10 на одно место не спадает. Ну, конкурс-то побольше факультет инженерно-экономический, но там ситуация такая, что бюджетные места там вообще сократили на весь факультет 300 бюджетных мест, а там 3000 студентов. То есть, там фактически, ну, так что у нас эти 6000 бюджетных мест, из них только 300 для этих, ну, социальных наук. А вообще бюджетных мест нам нет в гуманитарных науках, там эти все переводчики технические, там тоже конкурс сумасшедший, но там мы сами создали три бюджетные места, а там 30 на одно место. Ну, это искажает ситуацию, но если говорить о технических специальностях, то самый большой спрос на компьютерные системы, информационные технологии, строительные инженера, потом архитекторы, само собой, авиация, и, ну, еще таможенная администрация у нас, уникальный таможенный институт есть, где обучаются и на бакалаврском уровне и на магистранском таможенниках. еще один вот очень интересный вопрос жизни студентов, потому что ведь эти годы обучения для молодых людей наверняка это не только учеба, но и общение, социальные связи, и недаром говорят, что в многие вузы, ну, например, в Америке они славятся именно тем, что возможность завязать какие-то отношения с людьми, которые затем займут высокие посты, ну, то есть, это ценится не меньше, чем полученные знания, вот, как обстоят дела с этим, я знаю, что вы увлекаетесь, вы увлекались пулевой стрельбой, хоровым пением, то есть, ну, чем занимаются студенты? Ну, я бы сказал, что мы не только технический университет, но культурная академия и спортивная академия, потому что у нас все время спортсмены занимают или первое, или второе место в Латвии, в универсиадах, как мужчины, так и женщины, если говорить о культурном центре, то у нас хоры заменитые, как мужской хор Gaudiamus, смешанный хор Vivera, женский хор Delta, Vectors, это танцевальный ансамбль, спо, это духовой оркестр, потом у нас есть big band, еще 15 разных там кружков, а, еще эти театры, ну, как говорят, которые на русском языке, ну, есть театры два, один, это трупы на латышском языке, на русском, и они занимают ведущие места в Латвии, ну, как, но все, которые там занимаются, это или инженера, или бизнес-менеджеры, и тому подобное. То есть, активная такая еще студенческая жизнь? Культурная жизнь, да, мы это одобряем, и финансируем, и есть у нас и очень длительные традиции в этом, так что я считаю, и вот сейчас, смотря на учеников средней школы, где приходят из всей Латвии по конкурсу, отличники в нашу среднюю школу, десятый класс, они все не только там отличники по физике, математике, химии, но играют аккордеон, там поют практически все, занимаются разными инструментами, и у нас каждый третий играет пианино, и в общем, они как бы все развиты, оба эти стороны мозга развиты. Задействованы. Скажите, вот по поводу о бюджетных местах поговорили, теперь о тех, кто учится на контрактной форме, сколько в среднем стоит обучение в РТУ в год, и известно ли вам ученики, студенты чаще всего берут кредиты в банках, или они совмещают учебу с работой, причем вы говорите при такой какой-то еще факультативной занятости, да, я так понимаю, что, значит, эти люди не учатся, или находятся еще на содержании у родителей, может быть, есть какие-то проблемы с тем, что из-за работы они не успевают по учебе, заваливают в сессии? Ну, это всегда так, потому что, в общем-то, после в начале девяностых годов у нас ведь сократили количество контактных часов в неделю до двадцати максимум, в предыдущие времена было сорок-сорок-пять контактных часов в неделю, это каждый день восемь контактных занятий с преподавателями, даже в субботу я обучался, например, до двенадцати с восьми до двенадцати каждую субботу. А сейчас ведь двадцать контактных часов в неделю, это было где-то четыре года назад, тогда отменили это, сейчас мы можем, ВУЗ может более контактные часы в неделю для студента организовать, и понимаете, сорок часов в неделю это рабочая неделя, двадцать часов с работы с преподавателем, а двадцать часов как бы самостоятельная работа. Что студент делает эти двадцать часов? Они идут работать, чтобы заработать деньги на проживание. Стипендии это сто евро и каждому десятому, это практически стипендий то нету. Сколько в среднем стоит год? Две с половиной тысячи до пяти тысячи, это зависит от программы. Ну, там доктор Антура, разумеется, дороже, но там уже мы сейчас решаем по-другому. Да, нам на этом пора заканчивать, у нас сегодня был ректор РТУ Леонид Рябицкий, спасибо вам большое за утро.